Водители и пешеходы. Вроде бы все понятно. Две эти категории участников дорожного движения знают элементарные правила поведения в большинстве своем. Дорога для машин, тротуар для пешеходов. Все доступно и понятно. Чего не скажешь о таком виде транспортного средства, как скутер. До сих пор не ясно, кто может на нем ездить, где, в какой полосе и с какого возраста. За 7 месяцев текущего года в Рязанской области зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в результате которых 4 ребенка погибли и более 60 получили различные травмы. Зачастую владельцы данного двухколесного транспорта не только не наслышаны об общепризнанных правилах дорожного движения, но и передвигаются в состоянии, мягко говоря, полного несостояния. Вы знаете, что в сентябре вступает закон в силу, который предполагает наличие водительского устрения в водителе скутера? Да, конечно. Вы планируете такое водительское устрение получить, обучиться в автошколе? Да, конечно. Очень хорошо. Хочется пожелать вам всего доброго, берегите себя. Регулярные рейды ГИБДД по скутерам приносят пользу, но не так активно, как всем хотелось бы. Малолетние скутеристы подрезают автомобили, проползают между рядами и полосами, частенько цепляя и царапая дорогостоящие автомобили, не тормозя перед пешеходными переходами, травмируют и пугают людей, передвигаются по тротуарам. И после всего этого в один голос трубят о том, что они полноправные участники дорожного движения, а их почему-то никто не уважает. Проще говоря, качают права. Мы всех родителей предупреждаем о том, что скутером можно управлять только 16 лет. Если они приобретают своим малолетним детям скутер, то это их выбор, их решение. Но все покупатели проходят инструктаж по правилам и по технике безопасности управления скутером. И ничему двухколесные рейнджеры не учатся. Скутерист, несмотря на свою экипировку на 90%, остается беззащитным перед автомобилем. Родители, которые на 14-летие дарят своим любимым чадом новенький разноцветный скутер, нередко подписывают им приговор, как бы мрачно это ни звучало. Данным видом транспорта разрешено управлять только лицам, достигшим 16 лет, хорошо знающим ПДД, ответственным, сознательным, с обремененной умом головой на плечах и никак иначе быть не может. Продолжение следует...